Всем привет друзья! Сегодня мы с вами поговорим о новой колясочке, которая сейчас появилась в ассортименте магазина First Buggy, первая коляска, моделька от немецкого бренда Moon. Сама модель называется ZAK. Это такая, знаете, легкая всесезонная колясочка, которая хорошо подходит на круглый год, но и также хорошо подходит для путешествий. В ручную кладь она не поместится, друзья, но зато она складывается очень компактно в любой багажничек, везде поместится без проблем. Это вы чуть позже увидите. И я, знаете, думаю, что ее ждет достаточно большой успех, потому что среди ее конкурентов за эти деньги никто такого не предлагает. Именно по универсальности всех ее возможностей. В двух словах технические данные назову вам. Сильная сторона бренда Moon это надежность, потому что все колясочки сделаны этим брендом, они реально, вот человек купил коляску, если он ее обслуживает хотя бы раз в несколько месяцев, у него всегда все будет хорошо. Гарантию производитель дает 3 года, друзья, 3 года. Это хорошая очень гарантия. Вес колясочки 8,1 кг. Это хороший результат, хороший показатель. 120-165 кг у нас показатель спинки наклона. Сейчас обратим на это внимание более детально. С 3 месяцев можно эксплуатировать ее до 22 кг веса ребенка. Это где-то 4-5, может быть, лет. И 55 сантиметров ширина колесной базы. Везде проедете, нигде ни в каком лифте не застрянете иметь в проеме. Поэтому все хорошо. Также, кстати, насчет комплектации, друзья, в комплекте идет дождевик. И вот такая классная транспортировочная сумка, в которую спокойно помещается эта колясочка. У нее есть вот такой ремешочек регулируемый по длине. Также ее можно затянуть. И, собственно, вот так ее транспортировать. Очень хорошо в дороге, когда в багаж в самолете сдаете у трапа, в багажнике. Да где бы то ни было, чтобы она элементарно не пачкалась. Сумка полезная вещь, друзья. Так, начнем сверху вниз изучать. Сразу о ручке поговорим, друзья. Ручка классная. Толщина ручки самое оно то, как прям я люблю. Потому что чем толще ручка, тем увереннее, как по мне, хват обтянута эко-кожей. Причем эко-кожа мягенькая. Сам бампер мягенький. И держать ее прям кайфово. Эту ручку мне прям нравится. Из минусов. Ручка не регулируется ни по наклону, ни по вылету никак. У меня 186 рост. Точная информация, какое расстояние от ручки до пола, будет по ссылке в описании. Там будут точные характеристики. Пройдите там, посмотрите. Что касается тканей, друзья. Типичная ткань от бренда Moon. Многие бренды, в принципе, такую ткань используют. Достаточно качественная, приятная тактильная. Заяданная как гипоаллергенная. С пропиткой. Влагу достаточно долго держит. То есть, когда дождь попадает, он ее отталкивает какое-то время. Но в итоге, конечно, промокнет. Но держится долго, по крайней мере. Вот эта секция в козырьке у нас, видите, на замочке регулируется. Также есть смотровой отсек с москиточкой. Крепится здесь на магнитике. Вот. Все хорошо. Вот по длине можете оценить. В принципе, если смотреть сверху, по бампер закрывает. В принципе, хороший, друзья, показатель по козырьку. Что касается спинки. Регулируется спинка у нас с помощью ремешка. Одним движением поднимаем наверх. Так же раз и опустили. И хочу обратить внимание. Накидочка вот эта вот. Она закрывается в холодное время года. Это очень актуально. Внахлёст глубоко. И если мы летом не открываем, не проветриваем, зимой нигде оттуда не поддувает. В этом плане хорошо. Так. Вот смотрите. У нас подножка, естественно, регулируется. Заявленный 165, по-моему, я говорил, градусов. Да, 165 градусов. Вполне себе адекватно. Можно ребёночку поспать. Места много. Хочу подметить. Колясочка достаточно упругий. Здесь матрасик. Там она не сильно очень мягкая. Как вот во многих колясках бывает. Здесь наполнителя не так много, что хочу я подметить. Вот. Но его, в принципе, достаточно. Почти как у всех. Просто некоторые выделяются и прямо сантиметра три туда поролончика кладут. Они стоят такие мягенькие. Здесь, в принципе, достаточно, как у всех. Для сна вполне себе. Но вы можете в любом случае всегда купить матрасик, положить в колясочку. И всё будет так. И, кстати, на сайте FirstBuggy в разделе аксессуары есть матрасики, которые сюда подойдут. Всё хорошо. Подножечка у нас также регулируется. С помощью вот сбоку здесь есть у нас две кнопочки. И регулируем ступенька для ребёночка. Всё хорошо. Давайте я подниму на 120 градусов. Посмотрим. Вот. 120 градусов, друзья. Это не капитанская посадка. Но, в принципе, достаточно, чтобы ребёнку нормально там сиделось. Он не был сильно завален назад. И ещё подмечу, что спинка, друзья, очень высокая. Высокий ребёночек. Будет там нормально себя чувствовать. Что касается безопасности. Пятиточечные ремни. Мягкие накладочки есть везде. Всё хорошо. Бампер мягкий. Такой же, как и ручка. Приятный. ВК-коже. Как калиточка. Откидывается. И вот что мне не нравится, я не могу его завернуть вниз. Частенько бывает. Вот здесь механизм, позволяющий его сразу закинуть вниз. Он просто откидывается, как калиточка. И всё. Не идеально. Но с этим можно жить, друзья. Ничего страшного. Так. Что касается, друзья, у нас основания. Здесь с основанием всё хорошо. Повторюсь, у бренда Moon всегда сборочка отличная. Подгонка деталей отличная. И придраться я ещё ни одной модели Moon не видел, чтобы у меня были к ней вопросы к качеству сборки. Никогда. Ничего. Вот. Колёса у нас здесь не надувные, просто полиуретановые. Ну, из этого она и лёгкая, друзья. Амортизация у нас есть спереди на передней оси. Сзади амортизация. Она есть, но она сильно более упругая, нежели чем спереди. Тормоз у нас нажимается оба раза подошвой. Поэтому обувь корябать вы не будете. Багажник здесь достаточно большой, вместительный. В основании вшиты пластиковые такие пластинки, чтобы он не прогибался. Хороший клиренс, вы сами видите. Вот. В общем, к багажнику у меня вопросов нет. Колёса передние, естественно, блокируются, чтобы они никуда не поворачивались, если внедорожник какой-то у вас по пути. В общем, такая история. Вопросов к шасси нет. Давайте теперь посмотрим, как её сложить. Складывается ли она вместе с бампером. Мне самому это интересно. Друзья, чтобы её сложить, кнопочка вот здесь есть. Нажимаем и потом на основную большую. И она у нас заваливается вперёд и на три части. Вот. Отличный показатель. Можно поставить. Можно даже отпустить её. Она сама так сложится. Вот. И засовываем её в сумку-переноску, которая идёт в комплекте. И всё хорошо. Как по мне, прекрасный показатель. Ручную кладь. Вот жаль. Нельзя взять её вот с такими большими колёсами в ручную кладь. Но среди всесезонных проходимых вседорожников, складывающихся вот так, это просто уникальная колясочка. Нету таких вот ещё. Очень мало таких колясочек. Точнее говоря, не то чтобы совсем нету. Но она одна из них самых лучших представителей. И цена у неё, друзья. У неё на самом деле очень хорошая цена. Потому что, например, бренды, которые изначально делали ультра такие компакты для путешествий. У них есть модельки, которые они оснащают чуть большими колёсами. И там ценник уже, друзья, подороже. Прилично подороже. Вот. И мы получаем что-то похожее по проходимости. Но у нас уже будет немножечко поменьше сидушечка, поменьше багажничек. Вот. И дороже. Поэтому вот у Муна получилось сделать цена-качество. Очень хорошее предложение. Вот, собственно, и всё, друзья. Добавить мне больше нечего. Очень рекомендую обратить на неё внимание. Колясочка достойна во всех отношениях. Цена, качество, комплектация, функционал. Всё очень хорошо. И надёжность. Вот что очень немаловажно, это надёжность, друзья. Здесь 100 из 100. Вот. Вопросы остались? Задавайте в комментарии. Отвечу на них. А вам хочу пожелать сделать хороший грамотный выбор. Удачных дорог. Пока.